Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я вошла в свой обычный режим, вот камеру приобрела, все. Теперь я каждый день буду отвечать на один-два вопроса. И вот сегодня с утра пораньше увидела комментарий. Наталья Павловна Агапова написала, Оля, а почему томаты у вас все без листьев? Хочу сразу развеять вот эти сомнения, потому что некоторые тоже могут увидеть, что томаты без листьев. Вчера, когда я снимала видео про русские колокола, все увидели голые томаты. Но это обман зрения, это не так. Вы увидели голые томаты просто потому, что я лежала на земле. И вот низ, который у меня уже освобожден от нижних листьев и вот там от всего, они кажутся, что голые. Вот та же самая теплица, просто вид сверху. Посмотрите, разве это голые томаты? У меня тут дебри, у меня наоборот столько много листвы. Я сейчас пройдем туда, и я вам покажу. Голые томаты у меня только снизу, потому что я вам уже рассказывала, что я по мере того, как созревают кисти, как они спеют, я нижние листья убираю, которые уже им не нужны. Ой, сейчас подползем, подождите. Так, поворачиваемся. Вот здесь я вчера была, вот они эти русские колокола. Вы видите, что они довольно-таки не голые. А так как я была вон там, вот внизу, вам показалось, что они голые. Но я уже рассказывала про формирование, что по мере того, как кисть формируется, наливается и начинает зреть, я листики убираю, которые уже лишние. Вот они поспели, листья не нужны, я убираю. Но там, где еще томатики спеют, вот они, видите, у них очень много листвы. Мы внизу тех, которых уже не нужно кормить на хлебниках, убрали. Но вот верхние листья я оставляю обязательно, потому что они нужны для формирования вот этих вот кистей. Для того, пока не созреют все вот эти томаты, я листья не убираю. Все, видео это короткое, просто я хочу объяснить, что когда я снимаю там, на полу, конечно, может создаться впечатление, что у меня они все голые. Нет, листья нужно оставлять обязательно. И кого интересует, как это делать, у меня очень-очень много видео о формировании томатов. Как я постепенно убираю сначала 2-3 лишних листа, потом следующие в несколько заходов. Но томаты у меня совсем голые, никогда не бывают. Все, до свидания.